Новые школьные автобусы в скором времени выйдут на улицы Наринмара. В рамках государственной программы «Школьный автобус» Ненинский округ получил 5 микроавтобусов «ГАЗ». Ключи от транспорта в торжественной церемонии получили руководители 1-й и 4-й коррекционной школ. Директору школы имени Антона Пырерки вручили ключи от двух автобусов. Новые автобусы для школ – больше возможностей для детей. Поездки на концерты, мастер-классы, на спортивные секции, творческие кружки. Транспортные средства позволят учреждениям организовать комфортную и своевременную доставку детей в условиях Крайнего Севера. Автобусы предназначены для перевозки 10 детей в сопровождении одного взрослого. Для этого в автотранспорте есть всё необходимое – специальные ремни, удобные поручни. Также автобус оборудован тахометром и системой навигации «ГЛОНАСС». При оснащении автомобиля большое внимание уделили безопасности. Главным образом – это ремни, которые крепятся на пассажире по принципу рюкзака. «Ремни безопасности установлены как рюкзакового типа. Держать плечи и полностью закреплён ребёнок. При любом боковых колебаниях машины ребёнок будет сидеть ровно, никуда не выпадет. Ограничители на сиденьях стоят». Финансовую помощь в доставке транспорта по зимнику из Сыктывкара организовала компания «Лукуэлкоми». Поддержка проходила в рамках соглашения об участии недропользователей в социально-экономическом развитии округа. «Мы всегда рады поучаствовать в тех мероприятиях, которые направлены именно на развитие школы, на улучшение качества образования и улучшение жизни школьников». Улучшить жизнь школьников помогла государственная программа «Школьный автобус». В августе 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 3 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов для субъектов России. На эти средства закупили 1835 единиц техники. Пять из них уехали в Ненецкий округ. «Это здорово, что сегодня наши учреждения, несмотря на очень сложную для нас экономическую ситуацию, имеют возможность расширять перечень своей деятельности». После оформления необходимых документов автобусы будут введены в эксплуатацию. Срок службы микроавтобуса «ГАЗ» оценивается в 10 лет. А это значит, что в ближайшие годы школы номер 1, 4, коррекционная и школа имени Антона Пырерки не будут нуждаться в обновлении автопарка.